МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Урфяцвнеф прошла 13-я международная школа молодых ученых и специалистов имени Александра Курдюмова в взаимодействии изотопов водорода с конструкционными материалами ИХИЗМ-2019 Джуниор. В ее работе приняли участие представители предприятий, вузов и академических институтов России, Казахстана и Украины. Подробности далее. Первый семинар прошел в Сарове 18 лет назад. В 2004-м он приобрел статус международной конференции. Мероприятие проводилось в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Сарове, Воронеже, Звеник, Радимоскве. В этом году в работе международной школы приняли участие более 100 специалистов со всей страны. Все участники ее, и не только сейчас, а на протяжении уже существования этой школы, всегда отмечают такую теплую атмосферу этой школы, когда преподаватели могут общаться с студентами. С другой стороны, обсуждено довольно большое количество вопросов, и новые вопросы, которые есть, появляются насущные на сегодняшний день у науки и техники. И те вопросы, которые имеют длительную историю, но требуют этого обсуждения, они решенные проблемы. Тематика взаимодействия изотопов водорода с конструкционными материалами остается актуальной уже более 100 лет. На разных этапах развития науки, технологий и промышленности возникали новые задачи, решение которых требовало новых научных подходов, создание новых методов изучения водородных систем. И подобные школы – прекрасная возможность обменяться опытом с коллегами, подчеркнуть новые идеи для работы. Важно, что постепенно, по мере того, как значение водорода для науки, для технологий, для техники увеличивается, увеличивается и расширяется в такой же степени тематика конференции. Поэтому эта конференция вот жива и леет все шансы и дальше быть такой же привлекательной для участников. Саулетовский Рыбеков приехал в ядерный центр из Казахстана. Молодой ученый признается, что для него участие стало своеобразной тренировкой. Выступать перед профессорами различных вузов России оказалось не так просто. Для себя лично вынес то, что тем, что в первую очередь мы занимаемся, оказалось актуальным также. Ну и для себя было такой информацией, то, что в каком направлении еще можно заниматься, есть какие именно материалы интересны миру. Руководители по этой тематике стараются по всему миру посещать конференции, поэтому, в принципе, мы в курсе, как проводятся, на каком уровне. И скажу, что данная конференция ничуть не уступает иностранным. Александр Аникин посвятил доклад созданию бета-вальтаических источников энергии на основе Трити. Полученная награда для Александра имеет большое значение. Но важнее всего стало то, что у него была уникальная возможность послушать лекции известных ученых и принять участие в тематических дискуссиях. Когда занимаешься каким-то конкретным проектом, то все хорошо, ты вроде свой кругозор в этом направлении расширяешь. Но потом у тебя появляются какие-то новые идеи, а знаний в этих областях немножко не хватает. И поэтому ты приезжаешь на конференции, и вот уже, можно сказать, из тех же самых докладов, но ты почерпываешь что-то новое. И это, конечно, идет на пользу. Впечатлений очень много. То есть и понравилась и организация, и вообще даже те доклады, которые удалось послушать. То есть было такое понимание прям преемственности. То есть и в то же время и более опытные лекторы выступали с такими фундаментальными докладами. Они рассказывали о картине. В общем, что происходит в мире взаимодействия изотопов водорода с конструкционными материалами. Это в любом случае полезно. По итогам школы международное жюри отметило авторов лучших докладов. Среди них молодые работники Рфят Снеев, Владимир Королев, секция кинетика взаимодействия водорода с твердыми телами, и Василий Тихонов, секция методы и аппаратура. Также издан сборник тезисов докладов. 274 диплома, из них 96 с отличием. В Центре культуры и досуга Рфят Снеев вручили документы об окончании учебы выпускникам политехникума и СРФТИ Нияумифи. Сегодня перед вчерашними студентами открыты все дороги. Часть из них продолжит обучение. А часть уже в скором времени станет сотрудниками Российского федерального ядерного центра в НИЭФ. Одно из самых значимых мероприятий в СРФТИ вручение дипломов прошло в торжественной обстановке. С получением важного документа об окончании учебы выпускников поздравили руководители города Рфят Снеев и самого Фистеха. Будьте верны себе, будьте верны своим мечтам. Не позволяйте чужому мнению давить на вас. И проживите свою жизнь, реализуйте свои планы и свои мечты. Читайте, общайтесь, путешествуйте. Никогда не стойте на месте. Большую поддержку ВУЗ оказывает Российский федеральный ядерный центр. В первую очередь он дает возможность пройти практику на одной из площадок Рфят Снеев. Молодые люди работают в научно-исследовательских отделах и лабораториях, где перенимают знания и опыт от ученых и специалистов ядерного центра. У студентов есть возможность использовать новейшую аппаратуру и программное обеспечение. Для многих это хороший старт для дальнейшей работы у Рфят Снеев. Ведь большинство выпускников СРФТИ поступают на работу именно в ядерный центр. При этом у них есть преимущество перед выпускниками других ВУЗов. Если другим не нужно, придется включаться в процесс, узнавать тонкости об устройстве вне, то вы уже здесь, как рыба в воде. Поэтому зачастую выпускники Саровского физико-технического института, они имеют стремительный карьерный рост, они занимают ключевые должности в Российской федеральном ядерном центре. Выпускники ВУЗа востребованы на предприятиях ядерного оружейного комплекса нашей страны. У тех, кто только получил свой диплом, есть время сделать выбор. Однако именно Рфят Снеев предлагает многообразие направлений научной деятельности и специальностей, которые востребованы в современном мире. Прошу вас не забывать Российский федеральный ядерный центр, город Саров, который действительно на сегодняшний день является наукоградом, и ориентироваться, конечно же, в те направления, которые на сегодняшний день формируют будущее и формируют облик будущего мира. Годы, проведенные за учебой, пролетели для многих выпускников как один миг. Кто-то не прощается с институтом и планирует продолжить учебу в магистратуре или аспирантуре. А для кого-то это, возможно, уже последняя встреча с однокурсниками и преподавателями. Однако для всех и бакалавров, и магистров, и аспирантов СРФТ стал вторым домом, а студенческие годы оставили самые теплые и приятные воспоминания. На самом деле это последняя высшая ступень обучения, поэтому дальше, конечно же, возможно, ну, это мечта защититься, получить кандидатскую степень. Мы там очень много времени проводили с преподавателями, очень хорошо общались. Плюс я староста, поэтому мне еще как-то больше предсталось возможности с ними общаться. Как-то все как семья. Все было очень круто, мне понравилось, классные преподаватели, классные пары, классные дипломы, как итог. Вот, все было здорово. Я очень люблю свой институт, я нашел здесь очень много друзей и очень отзывчивые преподаватели, особенно Николай Дмитрий Борисович, он мне стал вторым отцом. Помимо дипломов, некоторые выпускники получили благодарственные письма за достижения в научно-исследовательской деятельности, активную общественную работу и успехи в спорте. Со 2 по 7 июля в Испании, в провинции Каталония, прошел четвертый чемпионат мира среди трудящихся. В нем приняли участие более трех тысяч спортсменов из 42 стран. В баскетболе и плавании честь нашей страны защищали сотрудники Российского федерального ядерного центра. Чтобы попасть в число тех, кто будет защищать честь России на международных соревнованиях, спортсменам из ядерного центра в Нев пришлось приложить немало усилий и пройти несколько отборочных этапов. Выиграть дивизиональный этап отраслевых соревнований в Сарове и стать лучшими в финале Атомиада в Новоуральске. После чего уже руководство Анотомспорт приняло решение, что нужно формировать команду на эти соревнования. Причем надо сказать, что баскетбол еще ни разу не был представлен в этой программе, потому что в основном ездили пловцы, волейболисты, легкоатлеты. Это был некий рисковый шаг, но тем не менее, посмотрев на нас и убедив руководство Анотомспорт, что мы можем достойно выступить и показать неплохие результаты. Было принято решение на базе команды ЯОК «Центр», то есть куда входят Саров и Заречный, формировать команду для участия в этих соревнованиях. Вадим Шевчук представил на чемпионате судейский корпус от России на баскетболе. В состав сборной вошли пять сотрудников ядерного центра. Антон Тришин, Владислав Покровский, Дмитрий Климов и Дмитрий Михайлов. Возглавил сборную России тоже представитель РФЯД СНЕВ Дмитрий Покровский. Ребята признаются, что эти соревнования стали для них одними из самых тяжелых. Каждый день им предстояло проводить по две полноценных игры, когда температура за окном достигала почти 40 градусов. Действительно очень тяжелый турнир, который запомнится на всю жизнь, потому что ты выходишь в майке с надписью «Россия». Это, конечно, дорогого стоит, когда болельщики приходят за тебя болеть с российским триколором, когда болельщики кричат «Россия», когда болельщики после матча дружно скандируют «Молодцы». Это, конечно, запоминается на всю жизнь. В первый день чемпионата наши спортсмены встретились со сборной Австрии. Спортивная фортуна оказалась на стороне соперников, и команда «Атомспорт» начала соревнования с поражения. Но ребятам удалось найти в себе силы. И уже в следующем матче против Мексики они показали, что настроены уехать с чемпионата с медалями. Все-таки мы выиграли эту тяжелую игру. Я даже запомнил счет. 77-73. Четыре очка выиграли. И дальше, после этой победы, было проще. На следующий день нам попались Израиль и Италия. Могу сказать, мы практически катком по ним прошлись. Уже пошла и командная игра. И как-то легче стало дышать после первой победы над Мексикой. В финале чемпионата российская сборная встретилась с австрийцами. До заветного золота не хватило всего четырех очков. Но саровские спортсмены не расстраиваются. Серебро на чемпионате такого уровня – это результат, которым действительно можно гордиться. Пришел этот успех благодаря нашему тренеру Дмитрию Покровскому, который после первого поражения не сложил оружие, нашел себе силы, нашел план на предстоящие игры, ну и довел команду до серебряных медалей этого чемпионата. Если для баскетболистов это были дебютные соревнования такого уровня, то для пловца Ларисы Головиной они стали уже доброй традицией. В чемпионате мира среди трудящихся спортсменка принимает участие уже в третий раз. Как правило, спортсмены делают как? Впервые приезжают, смотрят, как плавают, что плавают. И, как правило, соперники друг друга запоминают и знают, каков результат. Я, собственно, методами этими и пользовалась из раза в раз. Но вот этот чемпионат меня немножко разочаровал результатами, потому что, да, слишком большие разрывы были между первым и вторым местом, крайне большие. Я рассчитывала как раз на приезд сильных соперников, но почему-то я их не увидела. Три дистанции 50 стоит 200 метров на спине, 50 бутерфляем, 200 комплексным плаванием. Ларисе покорились все дистанции, в которых она принимала участие. Как итог, 8 золотых медалей, 1 серебряная. Для меня эти медали говорят о том, что я нахожусь еще в форме, что я еще могу, что как бы меня воспринимают как соперника еще. И это радует. 42 страны, 24 вида спорта и более 3000 участников. Саровские спортсмены доказали, что они лучшие и достойно представили Российский федеральный ядерный центр внеф и страну в целом на международном уровне. Хотелось бы поблагодарить госкорпорацию «Росатом» в лице исполнительного директора «Анотом Спорт Петрачина» Светланы Юрьевны за то, что она оказала нам честь. Действительно, приняла решение, о котором потом не пожалела. И мы достойно выступили на этих соревнованиях. Ну и, естественно, большая благодарность Российскому федеральному ядерному центру, руководству, который отправил нас в командировку. Тоже возложил на нас некие обязанности, с которыми мы вполне справились и достойно выступили и представили Российский федеральный ядерный центр на международных соревнованиях. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.nf.ru и в эфире канал «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова